Здравствуйте! Это «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Парадоксы, параллели и детали в призме нашего получасового анализа. И сегодня в выпуске «Размороженный конфликт». Обострение в Нагорном Карабахе. Может ли эскалация выйти на региональный уровень? И какая роль отводится Россия и Турция? И осень пандемии. Количество скончавшихся от коронавируса в мире превысило миллион. Страны и континенты накрывает вторая волна. Все это в ближайшие полчаса в нашем эфире. Итак, на этой неделе количество жертв пандемии ковид в мире превысило один миллион человек. Тема борьбы с коронавирусом США, где количество погибших уже более 200 тысяч, стало одной из ключевых в ходе телевизионных дебатов кандидатов в президенты Джо Байдена и Дональда Трампа. Дебаты, прошедшие на повышенных тонах и с многочисленными нарушениями протокола, наблюдатели назвали самыми непрезидентскими за всю историю. Президент Трамп, вы начали все чаще подвергать сомнению эффективность масок в качестве средства профилактики заболеваний. А недавно вы упомянули о том, что официанты прикасаются ко рту и касаются тарелок. Вы сомневаетесь в эффективности масок? Нет, вы должны понять. Если вы посмотрите, я имею в виду, у меня есть маска прямо здесь. Я надеваю маску, когда я думаю, что она мне нужна. Сегодня вечером, например, у вас всех был тест, было социальное дистанцирование, все, что нужно. Но я ношу маску, когда это необходимо. Когда нужно, я ношу маски. Я не ношу маски все время, как вот он. Каждый раз, когда вижу его, у него маска. Он может говорить в двухстах футах от нас. Он появится с самой большой маской, которую я когда-либо видел. Маски имеют большое значение. Его собственный глава Центра по контролю за заболеваниями сказал, что если бы мы просто носили маски до настоящего момента, если бы все носили маски и соблюдали социальную дистанцию до января, мы, вероятно, спасли бы до 100 тысяч жизней. Это важно. И они также сказали обратное. И они также сказали обратное. Ни один серьезный человек не сказал обратного. Это первый раунд дебатов кандидатов в президенты США на выборах в 2020. При этом второго раунда, намеченного на 15 октября, судя по всему, может не состояться. В пятницу Дональд Трамп и первая леди Милания Трамп получили положительный результат теста на коронавирус. Днем ранее стало известно, что заразила советница Трампа Хоуп Хинкс. В воскресенье она сопровождала президента в поездке по Пенсильвании, во вторник в Кливленд на дебаты, а в среду в Миннесоту на предвыборные мероприятия. Стало также известно, что за несколько часов до получения положительного теста на коронавирус, Трамп провел предвыборное мероприятие в своем гольф-клубе Бэтминстер в Нью-Джерси. Губернатор штата заявил, что идет проверка контактных лиц и призвал всех посетивших мероприятие проявить сознательность и отправиться на карантин. Вице-президент Пенс и его супруга показали негативный тест на ковид. На сегодня все политические мероприятия Трампа отменены. Кандидат в президенты США Джо Байден пожелал своему сопернику скорейшего выздоровления. Байден и его супруга в конце недели получили негативный тест на коронавирус. В Америке на сегодня более 7 миллионов зараженных коронавирусом и менее 10% населения с антителами. На сегодня рост числа заражений идет в целом ряде стран, вынуждая некоторые государства возвращаться к ужесточению карантинных мер. О главных опасениях, связанных с осенней фазой пандемии, я спрашивала микробиолога Ирину Якутиенко. Основное опасение сейчас связано с открытием школ, университетов, детских садиков. У нас было плохо весной и летом, но дети практически во всех странах сидели дома. А дети для всех остальных, без исключения респираторных инфекций, являются главными драйверами эпидемии. Дети. Много говорилось, что ковид особенный, что дети им не болеют. Постепенно выяснилось, что болеют, пусть и не так тяжело, как взрослые. У них еще, к сожалению, есть крайне редкая, но тем не менее, встречающиеся, да, вот этот квасаки-подобный синдром у некоторых детей, то есть болеют. И исследования показывают, что количество вируса у них в ротоглотке, в носоглотке, оно сравнимо со взрослыми. То есть они, действительно, их иммунитет как-то иначе, значит, взаимодействует с вирусом и протекает инфекция у них легче, но в качестве драйверов они вполне могут выступать и заражать своих родителей, воспитателей, бабушек и дедушек, могут замечательно. Поэтому основные опасения связаны с открытием школ, что мы... То есть что хорошего можно сказать, что все было плохое? Все хорошее, что коронавирус, он, похоже, довольно кластерный. То есть важно, чтобы переболели главные переносчики и распространители инфекции, и тогда в целом популяции темпа замедляются. То есть мы видим по рисунку заражения, что это так, что у нас неравномерные ковровые заражения, а именно группами болеют. Там, например, врачи, условно говоря, пожилые, которых заразили в домах престарелых. В Европе это был кластер молодых, которые катались в горах и привезли в Европу с курортов этот вирус. Значит, это были они и их друзья, и их семьи. И еще один кластер, вот этот вот огромный, незатронутый пока кластер, это дети. То есть плохая новость, что мы ожидаем всплеска заболеваемости среди детей и их окружения из-за того, что открылись школы. Хорошая новость, что когда они переболеют, и все их окружающие, мы надеемся, что мы увидим замедление. Но вообще это хороший вопрос, потому что было понятно, что открывать школы нужно, и открывать их нужно, изменив политику тестирования. Что сейчас тесты делаются в недостаточном количестве, и главное, что они очень долгие. То, что люди ждут там днями и неделями, да, результаты тестирования там приходят через две недели, например, когда уже человек выздоровел или умер. А ему приходит результат, что он, оказывается, заражен коронавирусом. Это никуда не годится. Чтобы открыть школы, необходимо быстрое тестирование, потому что иначе мы будем бесконечно закрывать школы на карантин, как вот уже во многих странах происходит. Школы открылись и сразу закрылись, потому что обнаружили несколько инфицированных. И при отсутствии инфраструктуры тестирования единственный способ избежать распространения – это закрыть, к чертовой матери, всю эту школу или половину школы на двухнедельный карантин. Соответственно, он откроется. Опять через какое-то время у нас произойдет инфицирование. Мы видим это, по примеру, лагеря в Джорджии, который был, что инфицируются замечательно и очень быстро. Там переболело, по-моему, больше 70% всех этих детишек в этом лагере. И мы бесконечно будем эти школы закрывать. Стоит отметить, что на этой неделе в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса Центра вирусологии «Вектор» и «Пивак Корона». А российский президент выразил готовность сам пройти вакцинацию в ближайшее время. Все это на фоне стремительного роста цифр заражений в России, превышавших на этой неделе отметку 8 тысяч человек ежедневно. На фоне обострения ситуации с коронавирусом в мире серьезное военное обострение в Нагорном Карабахе. 27 сентября Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию после столкновений с Азербайджаном в районе Анклава с преимущественно армянским населением, расположенного на территории Азербайджана. Армения обвинила Азербайджан в нападениях на гражданские поселения в спорном регионе. При этом Министерство обороны Азербайджана заявило, что начало военную операцию по линии соприкосновения, чтобы подавить военные действия Армении и обеспечить безопасность населения. Конфликт за Нагорный Карабах продолжается уже несколько десятилетий. Все это время международные посредники в разных форматах пытались способствовать урегулированию ситуации в регионе. Накануне этого эфира я связалась с американским дипломатом Ричардом Хоугландом, исполнявшим обязанности заместителя председателя Минской группы по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Многие страны пытались выступить посредниками. Эти попытки продолжаются уже несколько десятилетий. Вы сами входили в Минскую группу. Почему эти усилия пока не увенчались успехом? Хороший вопрос, и на него пытаются найти ответ все те, кто близок к этой теме. Давайте сделаем шаг назад и проанализируем историю этого вопроса. В Нагорном Карабахе были конфликты еще до того, как Азербайджан и Армения стали независимыми странами. Но советские власти пытались эти конфликты до определенной степени сдерживать. Незадолго до получения независимости ситуация в этом регионе сильно накалилась. С тех пор лидеры Азербайджана и Армении подняли эту ситуацию до уровня проблемы, угрожающей жизни их стран, и превратили в очень важную проблему для самих себя. Неважно даже, кто в определенный момент времени находится у власти. Например, давайте вспомним, что произошло несколько лет тому назад. Премьер-министр Армении Тер Петросян начал делать попытки провести переговоры, чтобы уладить этот вопрос. Но его сместили, что привело к насилию в парламенте Армении. А после событий 12 июля этого года в Баку и в других районах Азербайджана были демонстрации. Некоторые из них были антиправительственными из-за того, что правительство якобы проявило себя недостаточно жестко. Я хочу сказать, что ни одна из сторон сейчас не может позволить себе пойти на какие-либо уступки. Это ужасная ситуация, которая длится уже 20, а то и 30 лет. Сейчас лидеры совсем другие. Звучат предположения, что, например, Ильхам Алиев пытается использовать военное вмешательство для достижения внутренних целей, возможно, для обеспечения транзита власти. Также есть предположение, что позиция Никола Пашиняна сильно зависит от этого конфликта. Считаете ли вы, что личности президентов этих двух стран могут повлиять на разрешение конфликта или на его динамику? Безусловно. В международных отношениях и в дипломатии все упирается в отношения между людьми. Сидя за столом переговоров с противоположной стороной, у вас есть возможность не только услышать, но и увидеть, что происходит на самом деле. Вполне понятно, что именно это сейчас и происходит. Тем не менее, нас беспокоит, что есть неподтвержденные сообщения о том, что сирийские наемники прибывают в Азербайджан, и что Россия якобы перемещает своих наемников в Армению и через Иран. Я хотел бы подчеркнуть, что это неподтвержденные сообщения. Возможно, это тоже информация из области военной неопределенности. Но если это правда, это очень опасно. Стоит ли ожидать какой-то четкой роли Соединенных Штатов в рамках Минской группы или вне ее? Считаете ли вы, что Вашингтон готов и заинтересован в том, чтобы играть большую роль в этом регионе? Прежде всего, хочу подчеркнуть, что Соединенные Штаты не уходят из региона. США по-прежнему вовлечены в события в этом регионе так же активно, как и в прошлом. Какую роль будут играть Соединенные Штаты в этой ситуации? Хочу подчеркнуть, что я сейчас говорю не от имени моего правительства, а как частное лицо. Я подозреваю, что, конечно, правительство США внимательно следит за происходящим. Сегодня утром я беседовал с коллегами из нашего Министерства обороны и из Госдепартамента. Они очень внимательно следят за ситуацией. Но мы знаем, что заместитель госсекретаря США опубликовал публичное заявление, в котором он призвал стороны прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. И это сделали не только мы. Франция и Россия сделали то же самое. И ООН тоже. Все их призывают прекратить огонь и возобновить переговоры. Это не решит проблему, но остановит гибель людей и разрушение. С вашей точки зрения, что потребуется сделать для того, чтобы вернуть стороны за стол переговоров? Боюсь, у меня довольно пасмурный взгляд на эту ситуацию. Я искренне считаю, что у этих двух стран нет никакого шанса вернуться за стол переговоров, чтобы искренне попытаться найти компромисс. Особенно сейчас. Такой шаг может ухудшить их собственные позиции в своих странах. Поэтому лучшее, на что мы можем сейчас надеяться, это возвращение к статусу КВО, то есть к состоянию замороженного конфликта, что хотя бы остановит убийства и разрушения, в том числе спасет жизни мирных жителей, частных граждан. В конце недели члены минской группы США, Франция и Россия выступили с совместным заявлением, в котором содержится призыв к лидерам Армении и Азербайджана незамедлительно прекратить огонь в зоне боевых действий и приступить к переговорам. Ранее замгус-секретаря США провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел этих стран с призывом использовать существующие прямые каналы коммуникации во избежание дальнейшей эскалации. О существующих каналах и особенностях их использования я спрашивала политолога, бывшего руководителя аппарата правительства и управляющего делами у парламента Азербайджана Рамиса Юнусова. Те каналы, которые существовали по сегодняшний день, они показали свою мертворожденность с самого начала. Я уже это несколько раз говорю в последние дни. И еще раз повторюсь в вашем эфире. То есть минский формат, он не работает. Почему? По той простой причине, что Россия, США и Франция, которые являются сопредседателями, Россия однозначно и в военном плане, и в политическом плане стоит на стороне Армении. И она помогла оккупировать эту территорию, не только территорию Нагорного Карабаха, но и семь прилегающих к нему районов, создав буферную зону. А Франция и США, они здесь были в роли статистов все эти 25 лет после подписания Бишкехского протокола, который, подчеркиваю, был подписан под диктовку и под патронажем России. И азербайджанская сторона, как проигравшая сторона, вынуждена это было подписать. То есть с позиции силы тогда было это сделано. Ситуация сегодня кардинально поменялась. И поэтому сегодня появился новый политический игрок в регионе. И это Турция, которая сегодня старается и хочет выступать в роли России, которая стоит за Арменией. И она сегодня играет здесь определенную стабилизирующую роль. И это говорит о том, что наступило время менять политический формат. Потому что здесь у этой проблемы только два решения. Политические и военные. Если мы решения ищем, значит, нужно менять политический формат. Политические форматы должны друг против сидеть России и Турция в первую очередь. Потому что Россия стоит позади Армении. Там имеется военная база. В Азербайджане Турция и не имеет ни солдат, ни военные базы. Но она политически все время поддерживала Азербайджан. И она стояла... 25 лет назад Турция не была такой региональной державой и сильной, какой она является сегодня. И поэтому эти одни заявления, они достаточно для того, чтобы они сдерживают сегодня Россию от вмешательств. И сегодня Армения и Азербайджан лицом к лицу оказались. И в первую очередь лицом к лицу должны сидеть Армения и Азербайджан. Но в качестве сопредседателя, гарантов, должны сидеть две державы главные. Это Турция, которая стоит за Азербайджаном, и Россия, которая стоит за Арменией. Только тогда можно достичь политического урегулирования этого вопроса. Иначе другой вопрос – это военное решение этого вопроса или постоянное нахождение пороховой бочки. Рамис, ну интересно, что у Турции и у России сейчас по политическим посылам несколько разные позиции. Поскольку Турция заявила, что она поддержит с готовностью Азербайджан всеми возможными путями, а Россия стоит на позиции такой выжидания. Она призывает стороны договариваться и так далее. Вот вам не кажется, что здесь существует определенная неравновесность в какой-то степени вот этой вот желания вовлеченности Турции и России в сложившейся ситуации? Категорически это не так. Это кажущаяся такая ситуация, потому что Россия имеет здесь многоходовую комбинацию. Почему Россия сегодня допускает эти военные действия и никакой отмашки из Москвы, никакого давления на Азербайджан, на который она имела все эти годы, режим не поменялся, та же власть находится в Азербайджане. Почему сегодня Россия заняла такую тактику? А все, ларшечка открывается очень просто, потому что два года назад, когда к власти в Армении пришел Пашинян, и когда было свергнуто чисто пророссийские силы, карабахский клан так называемый, Сердж Шаргисян, а до него Роберт Кочаряный, которые оказались и под арестом, а эти все люди личные друзья Путина и пророссийские настроенные политики. Естественно, Пашинян стал вести себя, как Михаил Саакашвили, эти демократические заявления, и он пришел на как раз-таки на этих прозападных лозунгах, благодаря как раз-таки армянской диаспоре здесь в Соединенных Штатах в первую очередь. Естественно, тут не устроила Москву, и Москва выжидала все это время, как он будет себя вести. Но за эти два года оказалось достаточно такой негативной информации, что Москва решила или проучить его, или полностью привести к дестабилизации, чтобы поменять эту власть. И это мы сегодня видим. Это то, что устраивает сегодня Россию. Что Россию не устраивает, то есть для нее Турция, и вот успехи Азербайджана на фронтах, это как дамокла в меч для общественного мнения Армении, для того, чтобы убрать Пашиняна с власти. Но Россия категорически не желает допускать активного вовлечения Турции в этот регион, и она надеется на то, что она сможет это как-то удержать, потому что одно дело в Сирии, в Ливии, это логистически, географически далеко от российских границ, и поэтому Турция там достаточно хорошо указала Россию ее место. Но в этом регионе Россия имеет прямые границы, Россия имеет военную базу в Армении, и Россия здесь имеет достаточно больше козырей. У Турции сегодня единственный козырь и аргумент – это общественное мнение азербайджанского населения, азербайджанского общества. И сегодня то, что Ильхам Алиев пока проявляет эту политическую волю, насколько он сможет ее дальше удержать, все будет зависеть от ближайшего времени, мы это увидим, потому что придется выбирать между Москвой и Анкарой. В середине недели глава Армении заявил, что допускает возможность признания независимости Нагорного Карабаха на фоне эскалации конфликта. За комментариями я обратилась к военному аналитику Леониду Мерсисяну. Пашинян говорит о возможности признания независимости Нагорного Карабаха в свете всего того, что происходит. Насколько я понимаю, вы эту идею поддерживаете? Да, поскольку сегодня уже такая ситуация, что терять, в общем-то, уже и нечего. То есть, допустим, была ситуация 2016 года, когда были маломасштабные столкновения, или в целом ситуация перемирия. Тогда, понятное дело, признание независимости для Армении – это был риск начала более масштабных военных действий. Но так как сейчас уже идет достаточно масштабная война, то я не вижу рисков в этом сценарии никаких уже. То есть, можно воспользоваться этим моментом и поменять статус-кво, в принципе, в свою пользу в большей степени. Как в текущей обстановке можно оценить военные потенциалы обеих сторон, и какие на этом основании можно сделать прогнозы по динамике обострения? Здесь все достаточно прозаично. У Армении численность войск несколько меньше, но не катастрофически. То есть, где-то 65 тысяч человек – это армия обороны Нагорного Карабаха и вооруженные силы Армении. Где-то 80 тысяч человек – это азербайджанские вооруженные силы. Минус там военно-морской флот от этого числа, который здесь не может использоваться. Плюс Армения в первый же день мобилизовала людей в Нагорном Карабахе. Это еще плюс 7-10 тысяч человек. Соответственно, здесь паритет по численности есть. И что касается военной техники, то там тоже перевес азербайджанский численный небольшой. Есть некоторый качественный перевес по определенным типам вооружения. То есть, например, если мы берем танки, то у Армении их 400, примерно у Азербайджана их примерно 500. Но из 500 азербайджанских 100 – это российские Т-90, более современные. Но все это, на мой взгляд, недостаточный перевес для того, чтобы вести эффективную наступательную операцию на подготовленные в течение 20 лет позиции и на мотивированных достаточно людей, обученных. То есть, здесь совершенно непонятно, как азербайджанские войска могут создавать трехкратные, четырехкратные преимущества, необходимые для прорывов на фронте. То есть, я не могу себе это представить. Собственно, это мы и наблюдаем, что на самом деле ничего серьезного с линией соприкосновения так и не произошло. Леонид, но здесь нельзя сейчас не говорить о турецком факторе, потому что Турция сказала, что она готова поддержать Азербайджан. И мы можем себе представить полномасштабное вовлечение турецких военных сейчас в эти столкновения, и как это повлияет на развитие событий? Еще два года назад, даже год назад, на ваш вопрос я бы ответил бы однозначно нет. Но, учитывая то, что происходит сейчас, и вообще положение в мире, и положение Турции в мире, и как она действует в последние как раз полтора-два года, я уже не могу однозначного ответа нет дать на этот вопрос. Вероятность этого небольшая, но она существует, и она неэфемерная, к ней нужно готовиться. И я думаю, что, например, мобилизация в Армении всеобщая во многом даже и с этим, с возможностью даже минимальной этого сценария связана. И чем опасен этот сценарий, что, естественно, после того, как туда вмешается Турция открыто, то это абсолютно не устроит Россию и Иран, и они тоже, вероятнее всего, втянутся в этот конфликт. И это будет уже региональная война большая на территории Армении, что, конечно, для Армении это очень плохой сценарий. Это то, что Москве хочется делать меньше всего, потому что, как только она выбирает сторону, она теряет влияние в одной из стран. И понятное дело, что этого делать не хочется. Однако, такой выбор, возможно, все-таки придется сделать, если, опять-таки, турецкое вмешательство будет полномасштабное. Потому что, я думаю, что позиция России как раз заключается в том, чтобы сохранять нейтральность, но не пускать Турцию в этот конфликт. Вот так можно обрисовать. Леонид Нарсисян в нашем эфире. Стоит отметить, что к концу недели российский МИД после переговоров со сторонами Карабахского конфликта заявил о готовности России предоставить площадку для переговоров по урегулированию. С аналогичной инициативой выступило руководство Грузии. Премьер-министр этой страны предложил провести переговоры в Тбилеси. Мы продолжаем следить за развитием событий. Дальше больше. Это «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Оставайтесь на нашем канале и до встречи в следующую субботу. Субтитры создавал DimaTorzok